Ну вот на этом месте у нас росли прекрасные яблони, то есть здесь две яблони, они создавали такую аллею высотой до четвертого этажа, и вот сейчас буквально через несколько дней должно было быть цветение, это просто фантастический запах, все белое, то есть люди тут постоянно гуляли, останавливались, сфотографировали, вот что мы теперь видим, только оставшиеся пни и обрубки. Вот такая красота еще недавно росла под окнами дома на улице Георгиева, и вот что теперь. Евгения говорит, обратилась к ТСЖ, там ей объяснили, деревья решили срубить на общем собрании жильцов, мол на том собрании ее не было, так что сама виновата, но женщина сомневается, было ли это собрание вообще. Последнее время объявления о собраниях я не припоминаю, допустим с марта месяца, возможно собрания были в летний период, в летний период меня здесь не бывает, но из разговоров с соседями, никто из соседей не может сказать конкретно, что было конкретное собрание, что было конкретное решение по удалению этих яблок. Но чем и кому могли помешать эти красивые деревья? Пока мы общались с Евгенией, подошла жительница одной из квартир на третьем этаже и объяснила, помешали, например, ей. Один ствол идет напрямую прямо в окошко, второй ствол уходит туда, дерево было под наклоном, света абсолютно не было, мы с окошком могли сорвать даже ветки. В случае того, что какой был ветер, весной, осенью, да и зимой, эти окна бились нам прямо в окно, бились прямо в балкон, поэтому выбор был только один. В ТЦЖ нам пояснили, деревья росли слишком близко к дому, к тому же, по их мнению, они были старыми и трухлявыми. Собрание жильцов, где большинством голосов приняли решение пилить, было аж в прошлом году, поэтому его мало кто помнит. А деньги на рубку появились только сейчас. Те, кто против вырубки, интересуются, а было ли разрешение властей, но оказывается, в данном случае оно не требуется. Данный земельный участок принадлежит собственникам товарища ТЦЖ-82, то есть по Георгию 25, вот этого дома. Есть документы, он выделен. То есть дополнительные документы на разрешение для того, чтобы спилить данные деревья, нам нет. В городской администрации нам подтвердили все по закону, и если у ряда жильцов есть подозрения в том, что протокол собрания составили неверно или были другие нарушения, посоветовали им обратиться в Краевую госинспекцию жилнадзора. Евгения же пока написала заявление только в полицию и в любом случае намерена следить за ситуацией. Ведь, по ее словам, за последние годы двор дома и вся окружающая территория лишилась множества деревьев, а новые вместо них так и не появились. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.